и снова здравствуйте всем привет и так машины это понятно но вот как на диком западе вот вот эту всю конструкцию всю эту повозку сделать да давайте рассматривать так что мы имеем мы имеем значит вот я скачал тут этот дирижанс надеюсь претензий к нему не будет поэтому текстуры показывать не буду так есть конь есть значит отдельно у нас колеса вот одно колесо отсутствует давайте делаем сначала n панель screen caskey включаем n панель shift d щелчок правая кнопка мыши делаем мира x global все значит у нас два колеса все на месте лошадь с анимацией у нас присутствует и начнем мы с какого момента тут один вопрос делать карету под друг под один рик лошади будут каждая под свои под свой рик да или под общей но под общей у меня не получится навряд ли с первого раза значит так с чего и так с чего начнем выберем наши кости зайдем выйдет мод удалим ненужные нам кости делит бон тут тут у нас есть значит стремена делит бон так чтобы еще такого не забыть чтобы потом это не трепыхал и так колени тоже делит бон и значит какая штука наверное лошадей все таки сделаю отдельно а повозку отдельно до потому что поворот анимировать это уже отдельная тема лошадь поворачивает и значит когда лошадь просто едет по прямой для начала этого я думаю будет достаточно да когда вот заезжает допустим ну по курве если дать большой такой как вам поворот будет незаметно что допустим лошади идут как не в повороте да что а глобля там не поворачивается значит сделаем какой финт значит рассмотрим сначала вот это отдельно кабриолет этот сделаем его пока аж скроем там ненужная так вот это контрол джей объединим тоже аж скроем так вот еще какая-то шня ну ладно так это тоже аж это тоже аж и так у нас присутствует значит поворотный механизм вот этот анимация лошади лошади лошадь с хомутами я ее переделал кстати под хомуты потому что если хомуты делать отдельно они очень плохо привязываются там такой геморр мама не горюй будет я решил сразу не заморачиваться по прошлым роликом уже понял что это будет страшная картина маслом так здесь можно настроить значит изгибание цепей вот этой штуки до растяжение хотя бы но мы сделаем другой момент как чтоб начать бы вот shift а начнем с арматуры single bone оттащим ее так ладно пусть стоит тут оттащим ее выйдет мод уже выберем всю кость значит и тут вопрос с чего значит что будет поворачивать карета или лошади если лошади там нужно анимация уже под поворот это очень страшная будет тоже картина это долгая песня работы а под простую анимацию ну давайте тогда что-нибудь химичить значит переворачиваем нашу вот эту вот косточку семерка на нампаде так и и уменьшим g доведем до середины поворачиваешься вот этого механизма так конечно было прикольно если бы у нас поворачивала значит двойка четверка лошадей но и и вытяну так теперь значит что еще значит так е вот эта штука будет на карету и на задние колеса да ну да значит так все с этим короче закончили все это значит мы сделали е вытаскиваем косточку alt p clear parent сделаем ей r можно перевернуть и подставим на наши колеса так тройка на нампаде чтобы далеко не убежала так и подставим значит ну как-нибудь поприкольнее чтобы видеть значит всю эту середину как это делать вот где-то так так теперь шифт делаем дубликат нам понадобится еще заднее колесо и это дело подставляем смотрим чтобы она была в колесе если не видно то включим включайте рентген так есть такое дело ладно теперь по глобля все это будет крутиться все здесь будет по простому значит теперь выбираем наши вот эти кости семерка на нампаде делаем шифт д миро x глобал буду делать анимацию значит на месте для того чтобы пускать по пути с этим делом разобрались теперь как будет поворачивать у нас башня до так 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 вытащим еще одну косточку вот сюда вот это будет наверное хорошо так все с этим точно разобрались колеса есть поворотный механизм есть в принципе этого достаточно вот эта кость будет крут кость так заходим теперь в обжиг мод у нас есть конь давайте разберемся с конем заходим выйдет мод и нужно ему добавить тут значит вот эти вот как их называют кости так вытащим какую-нибудь косточку е нет отсюда мы не вытащим кривая давайте из головы альт пи clear parent р перекрутим пойдет g подставим к нашим лямкам так одну r g подставим сюда и перетянем на эту лямку все это лямка будет двигаться с ногой следом как бы это все лучше сделать да так ладно тройка на нампаде делаем е е е е вот так вот чуть-чуть значит поправляем в наши лучше ровные вытягивать потом настраивать бы теперь вот эти кости теперь вы выделяем семерка на нампаде делаем shift d делаем мира x global переворачиваем перетягиваем на другой край так теперь вот эти кости которые будут на ляхах вот эти мы их привяжем давайте пока к тазу ctrl p пол сет потому что к ногам это будет зверский натяг вот так вроде бы еще хотя вот видите нога тоже будет уходить вот и желательно наверное вот эти две косточки вот эти тройка на нампаде мы их уменьшим прям ну вот до самого стыка тогда эти следующие тоже давайте немножко уменьшим тройка на нампаде g перетянем так ну в принципе все тут нормально добавляем shift a добавляем косточку делаем ей s делаем r и подставляем g на хребтину вот сюда вот к нашей вот этой снеге которая на шее хомутом называется вот так мы ее подставим r перекрутим g семерка на нампаде делаем значит смотрим чтобы она точно была на ней хотя бы на ней shift d мира x global перетягиваем перетягиваем на другую сторону и две вот эти косточки две вот эти косточки две вот эти косточки вяжем к хребтине вот к этой ctrl p и offset так есть такое дело тройка на нампаде заходим в order mode сейчас я это дело пока сохранил и добавляем файл значит файл импорт добавляем так общ значит добавляем ремни вот эти ремни добавляем и значит какая получится вещь семерка на нампаде уводим нашего персонажа вот сюда так вот сюда так тройка на нампаде перекручиваем r так перевязываем set origin 3d геометрии наши ремни привязываем их вот так вот значит g подводим к нашим вот этим костям и видим что значит нужно бы их немножко наверное сжать я думаю сжать их надо по любасу так это где-то зима лето вроде бы попало а ну-ка так так давайте еще опустим так так и теперь вот эти вот кости выбираем заходим в edit mode и значит пробуем сделать им какую штуку значит g полностью полностью нам не нужно ленту костей давайте попробуем все это дело обыграть сделаем shift d так а ну-ка выбираем там вот так вот выберем значит e цельную кость сделаем ей g вот так и поделим эту кость на subdivide так теперь g подгадаем под эту значит нашу кость под веревку дам вот эти еще значит поделим под subdivide вот эту тоже можно поделить а вот эти много будет костей ну ладно пусть будет тут какой вариант что вот эти кости нужно отсоединить вот эти alt и clear parent эту кость вот эту кость вяжем на эту ctrl p keep off set эту вяжем вот она отвязана вяжем на эту ctrl p keep off set эту вяжем на эту и так далее и pop set так эту на эту это должна быть привязана да так многовато будет костей вай 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 так теперь ладно выберем вот эти кости так без этой сделаем семерка на нам паде шею d g переведем на эту сторону так чуть-чуть может где-то ctrl z возврат назад кое-где здесь подкрутим подтянем и вот от этой косточки вытащим еще одну кость как и на той стороне только теперь чуть-чуть подправим и вот эту кость предыдущую привязываем на нее ctrl p keep off set так страшная картина маслом машина проще так ладно теперь что можно сделать теперь мы теперь можем выйти так если мы выберем так сначала я сохранюсь потому что что-то если пойдет не так это будет шиздец так значит анимация есть но увидите что добавились новые кости ctrl z это выбираем выбираем коня выбираем наши кости тут получается эти то я привяжу а соседние тоже будут мотыляться а ну-ка если попробуем edit mode а ну-ка л видите л видите перехлестие ну мы тогда сделаем обыграем c вот это вот это все так пардонте на рентген надо ставить а то не все выберется можно оставить один ремень давайте один оставим и это значит будет delete вертексы английская а ф закроем пустоты и вот она еще какая-то вершина вершина а ну-ка delete а ну-ка это ее точка наверное ладно когда вяжем так а ну-ка выбираем нашего коня выбираем наши кости и делаем ctrl p white automatic widget так конь у нас отошел в бок вот что и следовало доказать то веревка мотыляется а это отвязано так а эти веревки как себя ведут зайдем посмотрим вот и вот у меня высвечивается вот эта штука пост мод тагли 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 печально да ладно ладно сделаем ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z и мопали делаем с единицам на мападе сможем чтобы конь четко попал иначе будет косяк Косяк, тройка на нампаде, вроде бы попало, да? Вроде бы попало. Тогда, если выберем веревку, объединим ее с нашим конем, Ctrl-P, пусть будет обжиг, да? И тогда привяжем Ctrl-P, все это дело Размвайт, Автоматик, Выжиг. Надеюсь, сейчас в постмод матюкации ничего не будет. Так, тут теперь другой вариант. Значит, вот это что это за фигня? Один ремень прикрутился, один, значит, длинный отпал. Тройка на нампаде. Заходим на первый кадр, заходим в Edit Mode и смотрим. Значит, вот этот, а ну-ка, Ctrl-P привязан. Какой же отвязался? Ctrl-P, все привязано. Так, а ну-ка. Все привязано. Так, не пойму тогда. Так, вот это что у нас? Ctrl-P привязано. Привязано, но вот эта часть мотляется, а та нет. Привязаны одинаково. Так, тройка на нампаде. Здесь, значит, они мотыляются, а мы их обыграем. Мы выберем, значит, вот эти две. Ага, если мы их привяжем сейчас, а никуда мы их не привяжем, это надо делать анимацию им отдельно. Ладно. Зайдем еще раз в PostMod. Вот он опять показывает Tool, Balting, Brush, Grab. PostMod, Tegelay, Tegelay, все же по-английски непонятно нифига. Ну, надеюсь, все получится сделать. Так, если у нас вот это все работает. Так, вот она веревка у нас. Она привязана к тазу. Она почему-то отпадает. И значит, вот эта часть, так оно сейчас мы ему так сделаем. Вот видите, уже выборка не идет. Уже идут нарушения какие-то тут в анимации. Удалим он, значит, Delete анимации. Во. И вот этой кости тоже удалим анимации. Как они прописались, то не захочет, то не заскейшерим. Так, и теперь, что у нее? Вот это, вот эти три кости тоже Delete анимацию им удаляем. Ага, Ctrl-Z. Чтобы им удалить, надо на первый кадр ставим. Вот теперь Delete удаляем. Все, вот она теперь держится. Вот она, видите, тут чуть-чуть отпадает. Вот от этих ремней она отпадает. Почему? Потому что идет движение вот этой кости первой. И значит, на вот этой штуке давайте сделаем так вот. раз, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic и добавим раз, два, три, четыре. Четыре кости и удалим таргеты. Так, если G, все, вот теперь мы можем это дело руководить, нормально будет, можем прописать. Alt-G, Alt-R, и на вот этой тоже. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, таргеты долой и на четыре кости. Так, теперь вот эти ремни тоже давайте настроим так же. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, таргеты долой раз, два, три, четыре на пять костей. Раз, два, три, четыре, пять. на шесть. На шесть костей. Так, все нормально. Ctrl-Z. И следующую тоже вот эту вот лямку. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, на шесть костей. Так, теперь вот он бежит и мы сможем, видите, они на месте стоят, мы теперь можем их прописывать. вот это вот это есть good. Так, вот на этом кадре мы, значит, G отведем эту лямку сюда, а на этой отведем сюда. Так, эту лямку G приподнимем, и эту лямку G тоже приподнимем, чтобы подошла к гайке нашей. пропишем, значит, если все попали, A и LockRod, чтобы быстрее писать, ставим вот в этой функции актив K-Win-Set, значит, LockRod. Так, дальше. Ну, в принципе, им больше не надо, видите, они мотыляются, ну, где-то можем там движуху, допустим, подать, и коня можно чуть назад там подать, или телегу вперед подать, прописать, а это, значит, уже подправить. Ну, пусть по одной лямке. Так, ну, и вот эти лямки тоже, Control-Z, так, вот эти лямки тоже давайте пропишем, тройка на нампаде, и на каком-нибудь кадре вот здесь где-то, да, раз он там G, допустим, хоп, натягивает и, а здесь, допустим, на втором кадре он их, как бы, попускает, ну, ну, А, И, потом выбираем вот эти штуки и на каком-нибудь кадре вот здесь он их натягивает, наверное, все прописали, все, лошадь прет, в принципе, все нормально, все зашибись, оглобля будет тоже моткляться, все это мы сейчас сделаем, так, сканем нормально, так, теперь Object Mode, выбираем нашу вот эту колесницу, Alt H, здесь выбираем, значит, нашу вот эту, так, наши кости и видимость ставим In Front, функции Viaport Display, но это по прошлым роликам, я думаю, уже это все известно, выбираем нашу тачку, вот это все давайте Ctrl J объединим, чтобы ничего тут не мотылялось и тут еще какая-то фигня была, ну ладно, отлипнет, поправим, выберем, значит, нашу вот эту колесницу, выберем через шифт наши кости, заходим в Post Mode, выбираем вот эту косточку, делаем Ctrl P, делаем Bon, так, теперь все нормально, но какая штука, получается, теперь выбираем значит вот эту штуку нашу, вот, где она тут, Object Mode, все, мышку надо менять, так, вот, это поворотный наш механизм, и что мы делаем, мы выбираем его и выбираем, так, Ctrl Z, выбираем вот эту косточку, заходим в Post Mode и привязываем Ctrl P, Boom, к ней, теперь, смотрите, что получается, заходим в Post Mode, выбираем вот эту кость, выбираем Move, и вот, видите, мы теперь можем переносить нашу вот эту тачанку, вот, с оглоблей, Ctrl Z, это косточка, вот эта косточка, смотрите, мы ее, если будем R болтыхать, вот она будет сататься, Ctrl Z, так, теперь, колеса нужно привязать, забыл я колеса, привязать в Edit Mode, значит, нашей, вот этой рут кости, рут кости, теперь у нас играет роль, значит, вот эта косточка, делаем Ctrl P, Keep Up Set, первая вот эта, так, заходим теперь в Post Mode, проверяем, если мы будем вертеть, вот, первую вот эту кость, смотрите, R, видите, у нас, так, подождите, а что колеса у нас не вяжутся, все у нас тут будет мягко все зашибись, а колеса что-то не привязались, потому что, потому что, очень маленькие кости, в смысле, колеса, наверное, сетка, все я несу, так, а ну, если мы в Object Mode, выбираем наши вот эти колеса, заходим в Post Mode, выбираем нашу вот эту косточку и делаем R, колеса не привязались, да, я их и не привязывал, короче, забыл, идите-то, колеса-то привязаны, заходим дальше, выбираем колесо, выбираем кость, заходим в Post Mode, выбираем Concral P, Boom, следом, опять же, в Object Mode, выбираем колесо, выбираем кость, заходим в Post Mode, на косточку нажимаем Concral P, Boom, и то же самое, делаем, значит, с другой стороны, Post Mode, Control P, Boom, так, опять же, нудная работа, надеюсь, результат будет хороший, Post Mode, Control P, Boom, проверяем, заходим в Object Mode, выбираем кости тачанки, заходим в Post Mode, выбираем, ну, какую-нибудь кость, да, R, эта тачка будет руководиться, наша, а вот это будет наша root кость, так, и теперь, Control Z, перевязываем кости, потому что, ну, неинтересно будет крутить всю эту штукенцию, Post Mode, выбираем наши все кости, вот эти, и привяжем ко второй кости, Control P, Boom, чтобы оглобля на месте с поворотным механизмом стояла, так, теперь, заходим в Object Mode, выбираем, опять же, наши кости, заходим в Post Mode, и тестим, а ну-ка, семерка на нампаде, делаем R, ага, Control Z, косяк теперь в чем, я, опять же, не подумал, Edit Mode, выбираем одну косточку, делаем ей Shift D, ставим ее здесь, ставим ей побольше размер, так, Alt P, Clear Parent, выбираем вот эту косточку, и привяжем ее к круткости, Control P, Keep All Set, да, а вот эти, теперь кости задние привяжем к этой, Control P, Keep All Set, теперь получается, вот эта кость будет привязана вот к этой кости, и получается, значит, вертеться будет только вот эта кость, и это будет поворотник делать, ну, в принципе, нормально, заходим в Object Mode, и, значит, опять же, на Post Mode тестить все это дело, в семерке на нампаде делаем, так, а че она, ага, зачем я, вот к этой надо, Control P, Keep All Set, Plus Mode, тогда вертим в семерке на нампаде, вот эту же кость, все, здесь у нас будет все поворачиваться, так, ладно, с этим настроили, но тут же другой теперь вопрос, да, у нас теперь другой вопрос, что нужно же еще лошадей, и получается, что выбираем Object Mode, выбираем Rig, лошади, выбираем лошадь, выбираем лошади хвост, ну, давайте и зубы выберем, да, так, семерка на нампаде, тройка на нампаде, делаем Save и переводим ее в эту сторону, так, вот у нас лошади бегут, но, теперь косяк, но это мы перепишем в анимации на другую сторону ремней, опа, я ремни не скопировал, давайте Ctrl-Z, значит, пригодятся и ремни, так, выбираем, значит, нашу лошадь, наш риг, наши ремни, хвост, ну, и давайте зубы, что-то нижние у нее какие-то маленькие, наверное, так не должно быть, так, семерка на нампаде, надеюсь, ничего не забыл, Shift-D, переводим на эту сторону, ага, насколько далеко, а ну-ка, раз-два, раз-два, чуть-чуть поближе, так, есть такое дело, заходим, выбираем теперь эту лошадь, заходим в Post Mode, выбираем наши вот эти верхние кости, удаляем им анимации Delete, и значит, так, G, так, вот она, видите, отверт, Ctrl-Z, вот, две выбираем тогда, и тогда G переводим на другого конюха, их по двое в сеге, правильно, и значит, и прописка, G, перетаскиваем на первый кадр, так, ну, эти кости прописали анимацию, у этих костей надо тоже убрать вот эти анимации, тогда, если мы выберем вот эти кости, сделаем на каком-нибудь кадре, на восьмом давайте, G, в эту сторону, чуть-чуть, значит, это R перекрутим G подомнем, сделаем A и прописку, так, не пойму, где, какая, какие кости еще прописали, сейчас найдем их, здесь прописки нет, значит, вот эти кости выбираем, на первом кадре, значит, delete анимацию, и, значит, на каком-нибудь кадре ану-ка, G alt-G alt-R сделаем и G хоп-так, в натяжечку сделаем и а на первом тогда мы G тоже припустим ага на первом G и придется прописывать всю анимацию а и прописка есть неудобства, но уже понятно, так, у нас же тут еще есть вот кости, вот эти у нас есть кости, мы удаляем полностью анимации, теперь, значит, G на первом сюда подводим, так, на втором сюда кольцу там там пониже и, значит, здесь пониже а, и прописка так, и на вот этом кадре вы видите, что здесь значит, кони уже бегут интересно, подается она вперед, значит, мы чуть-чуть даем ее расслабуху и подводим к нашим кольцам, вот так же, тут уже много всего, поэтому и локрот вы видите, что ремни все вроде бы натянуты, да, нормально, ну, можно еще петли там приделать, там, чуть поточнее подвести к этой штуке уже, но это на шлифовке, так, это дело хорошо, значит, теперь нужно заанимировать вот эту повозку, ну, повозку мы будем анимировать вместе вот с этим, с этими лошадьми, выбираем и те, и те, и те кости, так, это object mod, выбираем одну лошадь, вторую, и следом выбираем значит повозку, иначе если сейчас мы можем делать повозку, то может быть какой-то сбой, не факт, конечно, но у меня так раз было, так, заходим, ну, давайте проверим, давайте проверим, раз уже ролик делаю, пусть все косяки вылазят, чтобы вы знали, так, получается, смотрите, на первом кадре у нас повозка английская А И прописана, стоит, потом идет рывок, вот, толчок, здесь, значит, повозка должна чуть-чуть как бы, наверное, откатиться, английская английская прописка, так, и на последнем кадре значит, шифт сделаем, чтоб еле-еле видный был, во, нормальненько, так, теперь, на шестом кадре, здесь идет, значит, толчок, карета уходит, тройка, единица, нам падя, допустим, R, чуть вбок, нет, давайте на первом кадре карету поставим сначала вбок в этот, прописка, и потом чуть-чуть она выравнивается, да, а, не так я сделал, на первом кадре, значит, карета, ну, ладно, пусть будет так, на восьмом кадре, допустим, чуть-чуть она подается сюда, в другую сторону, и потом, допустим, уже с FD у нас конечный, о, конечный кадр, нормально, так, теперь, что еще можно сделать, завалы, так, тройка, завал, это R, и поставим, и здесь в промежутке, значит, чуть-чуть вперед ее, много не надо загибать, вот она, в принципе, они так где-то и ездили, вот, теперь добавляем, значит, кручение колес, постоянное, это ObjectMod, тройка на нампаде, сохраняем файл Save, находим, значит, одно колесо, какое-нибудь, привязываем все колеса с SetOrigin геометрией, чтобы они лучше крутились правильнее, да, а то они привязаны к пивоту, и здесь уже могут быть косяки, то бишь, неправильное кручение, значит, этой гадости, так, значит, выбираем колесо, тройка на нампаде, N-панель, проверяем, не пропал ли у нас Rotation, так, все, Rotation есть, Ctrl-Z по Y, выбираем, пишем, значит, Frame, Shift, Shift-Alt, переключаемся на английский язык, пишем, Frame, Frame, решетка 10, так, что-то забыл, да, так, а куда я поставил, а, пардонте, решетка Frame, укошено, 20, все, так, значит, ставим еще, значит, минус, минус 20, так, колесо крутится, мне не нравится, как, почему, потому, что, поставим, сколько, так, а если поставим, 4, очень много, это слишком быстро, поставим, наверное, 15, так, 15, слишком медленно, значит, ставим где-то, ну-ка, давайте, 9, нормально, пойдет, так, остальные колеса, настраиваем на вот это колесо, значит, убираем вот это колесо, заходим в модификаторы, Copy Rotation, так, Constraint, подоньте, Constraint, Copy Rotation, выбираем наше вот это колесо, понеслась деревня в рай, так, это колесо, на это колесо, так, выбираем Copy Rotation, вот это колесо, так, ну, а это колесо, на это, вот на это, и так, карета у нас несется, возможно сделать несколько лошадей, ну, с разными анимациями, там, с задержкой, одной лошади можно задержку поставить, но, в принципе, они должны нестись так, так, теперь тройка на нампаде, я это дело все сохраню, потом можно вот этот весь комплект, сохранить, просто запечь, одним файлом, и потом его использовать, ну, я уже показывал, вот, в предыдущем ролике, да, импортировать, по пути пускать, так, минус в чем, когда пускаешь по пути, вот эту вот колымагу, вы не сможете регулировать, значит, эти высоты, это нужно здесь прописать, значит, по ландшафту, ну, желательно в эту сцену вкидывать, значит, уже окружение, так, теперь, что еще можно сделать, виляние, да, виляние наше, вот это, полоски, я еще не сделал, еще старика добавим, вот этого, нашего курящего, возможно, так, ну, судя, вот, по месту, вот этому, и судя, если на него правильно посадить, человека, то лошади, должны еще больше быть, получается, так, так, ну, карету с ригом, можно всегда, уменьшить, ну, тут нестыковка, значит, будет, с нашими персонажами, ну, ладно, так, что еще, выбираем, значит, риг, нашей кареты, ну, это длиннее анимации, вот эту анимацию лошадей, еще продлить, и на следующей анимации, допустим, добавить, это виляние, да, давайте посмотрим, виляет, карета наша, вот так вот, р, поворот, р, наклон, и прописка, и, значит, что получается, так, и теперь, вот эту, значит, G, где-то вот сюда, на шестой, а на двенадцатом, может, меньше, значит, семерка, делаем, поворот, в эту сторону, чуть-чуть, единицы, на лампаде, наклон в эту сторону, так, и, прописка, вот, наше, виляние, но это нужно, анимацию, чуть-чуть, длиннее, и тогда, она будет мягче, вот это вилять, на это, 14 кадров, это, ну, чисто, только для гонки, или там, как будто убегают, от индейцев, от бандитов, но вот это еще пойдет, если лошадь поставить, чуть-чуть, с медленной анимацией, и сонного водителя, ну, тогда будет потихоньку ехать, да, так, значит, вот эти кадры, делись, я удалю, и давайте, импортируем сюда, нашего, комбоя, файл, импорт, ФБХ, где наш комбойчик, я в детстве нашел, ковбоя, на мусорке, кто-то выкинул, такие вот солдатики, были импортные, да, там, с Германии, это был какой-то рай, с СССР, что ты его нашел, кто-то это выкинул, отмыл, вообще, ну, это бомба эмоций было, так, комбой, ладно, файл, сохраним вот эту, нашу часть, и теперь в файл, open, найдем ковбоя, который, значит, у нас, для анимации, погони, open, да, вот этот, вот, значит, теперь, экипаж, и файл, давайте его, залинкуем, я потом, его, значит, сохраню, и можно будет, вот так, закинуть, где-то он был, я, по-моему, ударил, за ненадобностью, так, ковбой, и находим, где он, вот этот, да, коллекция, коллекция, тройка на нампаде, значит, G, видите, высоковато, по размеру-то он подходит, и на лошадь подходит, возможно, так, ну, давайте попробуем, да, вот эту вот, выбрать конструкцию, сделать S, вот, можно делать S, а ну-ка, семерка на нампаде, ну, вроде по осям идет, все нормально, ну, так еще куда-нибудь, не шло, да, ну, и то, высоковато, дядька сидит, ремни надо ему, так, а мы ему сейчас ремни, объегорем, когда, так, раз ремень, два ремень, найдем S, культ мод, выберем тянучку, и просто ему, получится к рукам добавить, а ну-ка, а ну-ка, тогда один ремень выбираем, вот этот, скульп мод, а ну-ка пробуем, вот здесь получается, и как раз вот в две руки, ему это дело, подходит, кости можно, видите, еще дальше-то натягивать, нормально, тут подкорректируем, так, а где еще, тут можно анимацию прописать, просто руку сюда подставить, D, нормально, словно, и нашего персонажа, чуть-чуть вперед двигаем, ноги потом тоже можно прописать, на упор, но не хочу я сейчас с анимацией, о, он уже с анимацией, прям подходит, он-то подходит, но вот, вот эта штука не подходит, так, и значит, пониже его, так, прикольно все получается, так, а если еще добавить лошадей, так, это тройка на нампаде, двое как-то не серьезно, да, а ну-ка, N панель, пробуем, значит, выбрать, вот эту лошадь, и вот эту, тройка на нампаде, делаем сейв D, перетягиваем, а, пардоните, это значит, делит, так, вот эту лошадь, вот эту, значит, ну, зубы, мать их ее пока, значит, хвост, на первый кадр, и все, да, так, кройка на нампаде, делаем сейв D, перетягиваем, перетягиваем еще вот сюда за оглоблю, как раз здесь еще ремни можно добавить, так, заходим, выбираем одну лошадь, заходим в edit mode, и удаляем ей вот эти все кости, так, тройка на нампаде, английская C, так, а вот эту, значит, оставляем, она позвоночник держит, так, какие кости, значит, мы не удалили, тоже находим, delete bone, object mode, заходим, значит, находим нашу вот эту лошадь, заходим в edit mode, выбираем остальные кости, делаем delete bone, заходим в object mode и смотрим, так, раз, и тут получается, что у нас вот этот, вот эти хвосты, теперь бьют по нашим вот этим первым гражданам, да, так, ну, это хвосты можно переписать, и, значит, что еще сделать, можно их передвинуть подальше, тогда будет еще красивее, вот, когда оглоблю надо, а, здесь, первые, по-моему, на ремнях идут, да, потому что, куда такая оглобля, первые идут на ремнях, вот здесь ремни просто до оглобля довести, и будет нормально, так, вот уже, симпатюшно, а ну-ка, а ну-ка, ctrl-z, чуть-чуть назад, пусты, ну, вот, ну, это вот быстрая погоня, тут стрельба может идти, и то, когда происходит сюжет уже непосредственно в карете, то анимация лошадей не нужна, можно просто анимацию производить, ну, вот с такого ракурса, допустим, вот он едет, вот, все, тряска есть, все нормально, там он поворачивается, там эти орут, вот, а потом, когда какой-то сюжет обгоняет их, допустим, то там уже вот, можно таким вот образом снимать, допустим, вот за ним погоня, тут индеец догоняет, прыгает наверх, там пошел махач, махач отдельно, ну, короче, тут сам, тут идей столько, да, мама не горюй, так, ну, условно что, вот такая информация, вот такая информация, единственное, что еще можно анимации задержки им попоставить, ну, чтоб не было перескока, да, допустим, вот анимацию одной лошади, можно, ну, G, допустим, сдвинуть чуть больше, видите, тогда у нее другой бег, у нее уже вот на один кадр, вот это вот, перескок пойдет, вот видите, растяжки какие-то, они не то, ну, подойдем, посмотрим, английская, A, G, ну, вот видите, будет вот такая дергание головы, потому что одного кадра будет не хватать, 16 если ставим, то другие будут заикаться, вон они, видите, подпрыгивают, но этого я больше перетянул, ничего, все можно подгадать, все можно сделать, в принципе, они почти бегут так, да, чуть-чуть сдвиг, сделать, и вот, кстати, вот эти вот веревки, видите, вот эти задние, вот одну веревку можно обрезать, а другую веревку, кости-то остались, привязать как раз к оглобле, будет зашибись, все, всем пока, до свидания,